всем привет я рад вас приветствовать на своем канале здесь я рассказываю про аэросъемку видеосъемку путешествия также если вы смотрите это видео это видео о новостях это то есть все новинки которые вышли за одну неделю новинки серии аэро видео фотосъемки плюс-минус смешно какие-то темы прошлый выпуск был записан у нас в дубай на крыше отеля еще записывался на телефон я стараюсь все свои новостные выпуски записывать стабильно раз в неделю несмотря ни на что не на какие-то невзгоды преграды где бы ни находился буду стараться идти по своему намеченному плану и раз неделю выпускать подобные ролики сейчас можно вернулись домой после нашей 16-дневной поездки это был дубай катар аман абу-даби было много разных эмоций локаций впечатлений нас очень сильно впечатлила доха в катаре просто красивейший город наверное даже лучше чем дубай меньше красивей современней то есть очень классное место хотел это наверно еще как-нибудь туда съездить но не летом когда там плюс 50 также помимо классных локаций эмоций у меня был день рождения 10 0 и мне на день рождения были подарены некие подарки которых что-то коротко рассказать потому что это офигеть как круто это вот такая вот камера с объективом на которой я сейчас записываю этот выпуск на перейс 2 комплект камеры появился вот такой вот свет это тот цвет который сейчас светит на меня очень компактный легкий помещается в руку может светить довольно ярко это 50 процентов то сто процентов яркость то есть офигеть какой яркий свет это один процент в чем кайф тем тем что маленький легкий компактный работает от аккумулятора при при этом он может работать на стопроцентную яркость также можно запитать от powerbank а и вообще кайфовать от того какие сейчас есть современные решения для создания видеосъемки то есть таким светом можно легко путешествовать ездить записывать не только дома но и где-нибудь на природе в темное время да когда вам нужна подсветка не таких два светильника плюс мне появилась камера 360 все первая камер в подобного рода у меня в руках потому что раньше никогда на 360 не снимал сейчас какое-то время в поездке мы поснимали прикольно интересно для создания кого-то контента stories рился очень удобно компактно и вполне неплохое качество для соцсетей с новинками я думаю мы закончили кстати немножко просвет этот цвет помещается вот в такую вот сумку то есть очень маленький компактный при мощности 100 ватт можно легко и без каких-либо проблем перемещаться с ним и я кайфу я не на радость я в то время когда я был в дубае и когда мне сказали что я могу купить себе технику я радовался от того что у меня появился наконец-то это сильный объектив диафарм 114 на появилась вторая камера появился свет потому что раньше я весь свет брал у коллеги сейчас свет мой и я прям в таком экстазии в таком восторге было всех этих новинок и теперь тоже очень счастлив мог об этом с вами не поделиться очень хотелось этому на этой счастливой ноте мы можем начинать наш новостной выпуск поехали нас запускает автономные дроны для исследования того как себя будут вести воздушные такси в чем суть вообще этого эксперимента подняли несколько старых дронов которые уже не производятся понавесли на них датчиков запрограммировали на них особо программное обеспечение того чтобы дроны могли летать в воздухе то есть им дали там определенный коридор локацию где они могут летать и проверяет то как они обходят препятствия как они облетают друг друга как не реагирует на все движения и объекты в воздухе для того чтобы понимать какая вообще перспектива движения дальнейшего развития воздушного такси как и говорю в предыдущих видео что в этом году уже будут автомобили с людьми которые будут летать совершать это коммерческие перевозки людей с одной точки на другую на летающих автомобилях поэтому все это идет к тому чтобы наладить всю эту систему она работала бесперебойно кавасаки тестирует беспилотный летательный аппарат racer x2 для грузовых перевозок в горные районы японии кавасаки решили взять мотору своего кавасаки нельзя то есть такой знаменитый мотоцикл воткнуть его в вертолет и сделать к соль своя до своеобразный летательный аппарат он имеет возможность внести полезную нагрузку до 100 килограмм на высоте до трех километров то килограмм это довольно хорошая нагрузка до для каких-либо перевозок но если мы берем не высотные полеты какие-то полеты на небольших высотах то такой вертолет может переносить нагрузку до 200 килограмм данный вертолет кавасаки планируют использовать в горных районах японии так как сейчас очень много населения уезжает своих маленьких деревень с маленьких городков в более крупные густонаселенные города и так как наземная инфраструктура в этих регионах не сильно развита кавасаки решила отреагировать на данную запрос так как он реально есть построить свой аппарат причем это уже x2 то есть раньше них было первая модель сейчас они адаптировали немножко обновили сделали более мощной для того чтобы закрывать ту потребность которая есть да то есть это доставка медикаментов каких-то жизненных важных необходимых предметов вещей сложно доступные места сша готов к запуску marketplace доставки дронами от mitsubishi нам это недавно говорили про кавасаки которые используют свой мотор для создания вертолета для грузоперевозок сейчас mitsubishi сделали свою площадку которая дает доступ пилотам дронов корпоративно там кинто грузоотправителям логистическим компаниям для совершения доставок с помощью дронов все это работает через приложение где ты можешь там устанавливать точку откуда забрать груз куда привезти можно строить несколько точек у нам нужно по пути завести какие-то товары и грузы можно в онлайн там следить за дроном где он находится с помощью также это приложение можно формировать счет фактуру для своих клиентов дайте нам что-то продаете удобное место логистическая где ты можешь если тебе там занимаешься доставками каких-то товаров не на машине это все делать там помощью курьера а все делать с помощью дрона ты там указываешь образом там какую-то точку со склада где ты загружаешься на дрона я вам все это разводит по разным точкам где-то это все настраивать удобно кайфово что это все настраивается это работает и тема развивается нету хитом до больших понятное дело что уходит огромная куча времени на согласование того чтобы твои дроны имели возможность летать для того чтобы они имели возможность летать над городом каким-то определенными зданиями и строениями то есть пока ты это все согласуешь с администрацией там города страны и не знать чего там еще уходит куча времени но когда ты все настраивается и работает ты получаешь просто офигенный сервис который позволяет экономить кучу времени и спокойно делать рассылку доставку товаров и точки а точку б по воздушному пространству я считаю это очень круто и не перестану повторять жду когда в нашем культ обозримом будущем в наших странах где мы находимся появятся такие же сервисы возможности и можно будет этим всем пользоваться и же выпустила новую прошивку для камеры osmo action 4 такая action камера небольшая конкурент gopro и раньше это камеры были проблемы иногда были проблемы с подключением их нового микрофона джай майк 2 микрофон обычный классический майк первая версия у них вышел майк вторая версия с одним микрофончиком и при подключении к экшн камере иногда были сложности какие-то со звуком да там тон пропадал то были помехи сейчас они вроде как обновили и все должно было пофикситься sony анонсировали свою новую профессиональную камеру прям такой топ сегмент это sony alfa 9 mark 3 с возможностью создания фото 120 кадров в секунду я не знаю что там должно происходить чтобы ты чтобы тебе нужно была такая скорость да понятно девушка про когда происходит какой-то спорт какие-то события какой там спортсмен куда-то прыгает летит что-то происходит очень быстро и то конечно хочется запечатлеть именно тот момент тот лучший кадр который ты вот увидел своим глазом но блин все равно 120 кадров в секунду это прям очень много плюс представляете какой объем материал у вас будет на выходе и сколько времени вам потребуется на то чтобы отобрать все эти снимки или заменяют не хватит столько терпения поэтому я не фотограф плюс эта камера первая камера sony который имеет возможность предварительной записи когда вы делаете свой снимок только нажимаете кнопку не до конца только наполовину камера уже начинает записывать буфер и когда вы сделаете снимок у вас будут несколько снимков до того как вы нажали на саму кнопку для того чтобы если вдруг вы что-то вдруг пропустили или увидели нажали у вас вот не успели нажать до конца а камера уже сделала несколько снимков и еще одна функция такая из немаловажных эта камера получит global shadow то есть глобальный затвор с возможностью захвата пикселей по всему кадру без этого желе кота там пытаясь сфотографировать ну либо снять что-то в движении это резко поворачиваешь камеру тебя все пиксели такие начинают плавать вот эта камера будет с global шатром и по идее всего этого не будет она будет снимать четко так как вы видите без либо искажения этих вот пиксель также камера будет иметь свой собственный и яй процессор простыми словами этот процессор будет отвечать за то чтобы камера работала лучше и фокусировалась на те объекты которые ты как бы предполагаешь целом конечно классная камера для фотографов но там и при учете ее цены в 6000 долларов да это то цена которая будет начинаться плюс линзы у sony очень дорогие дорого это все сейчас вся техника целом дорога но те возможности и характеристик который на дает функционал до 120 кадров в секунду как такой некий маркетинговый ход что камера может увидеть то что не увидят другие конкуренты потому что за одну секунду 120 кадров вы просто любой момент происходящего запечатлите чтобы там быстро и резко не происходило ваша камера это увидит она успеет это сфотографировать запечатлеть и вы уже сможете отобрать тот идеальный кадр который вам нужен сваровски представили первый в мире умный бинокль который имеет возможность идентифицировать более 9000 различных птиц и там других различных животных в бинокле как сейчас модно опять же вставлен процессор с искусственным интеллектом который позволяет тебе наблюдать за дикой природой и необходимы тебе момент ты можешь нажать на кнопку который запускает этот процессор и он с помощью там своей базы данных покажет тебе что за животное что за тип находится в камере твоего бинокля данный бинокль поступит в продажу в феврале 24 года будет стоить 4800 долларов как по мне конечно для бинокля довольно большая цена да есть искусственный этот интеллект есть возможность следить за птицами записывать делать фото и понимать какой конкретный вид сейчас находится перед тобой но все равно как по мне цена немножко завышена грубо говоря китайцы изобрели бесконечную ядерную батарейку для смартфона которая размером с меньше монетку и может работать до пятидесяти лет в целом есть так глобально говорит то изобретение нереально крутое и если она реально запуститься серийное производство и с помощью там длительных тестов покажет себя с наилучшей стороны что это реально безопасно не будет нам как сейчас у нас есть блин на обычных телефонов у нас батарейки там взрываются взрываются очень много был кучи с айфонами самсунгами когда вставляют на зарядку и потом батарея разрывается загорается и так далее раздувается если всего этого не будет и в дальнейшем после всех там многочисленных тестов у различных пользователей никаких проблем с этим не будет то такое изобретение будет неплохим примером для используя к миру батареи для света когда у нас не будет разряжаться он через там час осветить сутки примеру или там как они заявляют года когда мы сможем использовать эти батареи в дронах и не думать о том что нам нужно иметь там 8 батареи какой-то большой комплект для того чтобы постоянных меня перезаряжать ты один раз и воткнул и полетел летай сколько хочешь представлю новый вайфай вайфай седьмого поколения возможно многие дальше не знают на ком там поколение у них работают сейчас приборы там многие возможно знают есть на 2 и 4 герца есть 5 герц а что там еще фиг вы знает так вот вайфай седьмого поколения будет работать в основном на то есть он будет поддерживать и предыдущие частоты да там 24 5 герц но сейчас будут добавлен еще 6 гигагерц и основное отличие на предыдущих частей версии поколений тем что будет там удвоена пропускная способность передачи данных то есть передавать быстрей больше и на это наверно все компания юнг нул представила сверхширокоугольный объектив 11 миллиметров диафрагма 18 и из такой новой фичей возможностью дистанционного управления этой линзой с помощью пульта который идет в комплекте этот путь будет отвечать за твою возможность фокусировки придано зафокусировочное кольцо теперь теория тебе не надо припывать камеру вешать сендеры различные для того чтобы фокус пультер где-то там сидел и крутил свои колесики для изменения фокусного расстояния теперь будто бы есть решение помощью пульта управления который там работает до 30 метров но как по мне сейчас наверно сложно представить чтобы с помощью пульта ты мог бы также четко работать как когда ты вешаешь различные центры и фокус пуллер сидит перед монитором и может плавно настраивать свое колесико для того чтобы фокус был в нужное время в нужном месте возможно этот пульта станционного управления будет работать там хорошо отлично никаких проблем перебоев у него не будет но как по мне старое надежные передатчики будут работать лучше корректней и надежней компания обод почти как обод только наоборот представила беспроводную камеру который может передавать изображение на расстоянии свыше двух километров это эта камера будет использоваться в основном планируется ее использование как камера для домашнего наблюдения когда мы вешаем камеры по периметру и они у нас транслируют изображение на свой там роутер датчик который находится у вас у вас дома и часто так бывает что камеры ограничены своей вот этой возможности вай фай передачи сигналов ты не можно достаточно далеко ее убрать тебе приходится оттянуть с помощью проводов сейчас же по технологии вай фай который там была еще представлена хайлоу тысячи шестнадцатом году с помощью этой новой точнее даже относительно старой технологии вай фай попробовали сделать камеру для передачи данных и она вроде как работает по факту будем смотреть потому что реально есть возможность повесить камеру которая будет работать за два километра от твоего приемника вполне неплохо да опять же есть риск того что эти камеры будут использоваться не по своему там прямому назначению и будут вешать там где ты этого не хочешь на дам для слежки за кем-то к примеру но когда мы там берем какой-нибудь свой дом с несколькими там сотками огорода двора ты можешь в разных участках повесить эти камеры они будут тебе по беспроводной связи передавать все твои данные на домашнюю твой станции ты можешь спокойно то все отслеживать записывать и не переживать что там какие-то части твоего дома остались без присмотра вполне удобный практически применимый гаджет который скорее всего будет довольно таки востребован канон готовит два супер зума с постоянной диафрагмы f4 для своих камер и я не совсем понимаю вообще для чего делать два настолько похожих супер зум один из них 20 120 диафрагмы f4 а другой 18100 то есть да как будто бы там 20 миллиметров туда два миллиметра сюда не такая уж и большая разница для объективов так что по мне тем более этом характер характеристики и параметры не будут одинаково диафрагма одинаковая отличаться будет лично немножко это значение в фокусном расстоянии как по мне могли бы сделать чуть больший разбег либо поделить их по сегментам компания slim design представила свою первую в мире нательную миниатюрную камеру font cam в целом камера к камерда маленькая компактная миниатюрная камера которая может там используется в виде регистратора ничего необычного но если мы рассмотрим те функции которые у нее в целом имеются то вполне неплохой себе гаджет для использования это меня черная камера может крепиться этом к вашей одежде с помощью магнита и если вы вдруг не хотите использовать как регистратор да там на машине либо же на как вы едете на велосипеде хотите немножко побеспокоиться о своей безопасности тем более если вы знаете что есть некие риски то эту камеру можно запрограммировать таким образом что если вы чувствуете что есть какая-то опасность вы нажимаете на кнопку которая находится на передней части этой камеры и у вас происходит либо звонок вашим контактам которых вы добавили там список чтобы можно было с ними разговаривать и общаться также вас будет транслироваться ваше местоположение записываться аудио-видео формате full hd это будет сохраняться на облако и в случае если сами что-то вдруг произойдет то ваши контактов которыми вы дали доступ который мы дали доступ с которым вы поделились своей информацией смогут смотреть где вы были по локации посмотреть аудио и видео того где вы были что происходило вокруг вас ну и то есть в целом довольно неплохой гаджет если вы знаете что в вашем районе где вы находитесь где вы живете не совсем все хорошо и там благоприятно в формате безопасности да если мы берем какие-то крупные города и страны здесь безопасности все окей то она скорее всего вам просто не пригодится но если мы берем там знаю бразилию либо еще какие-то такие страны где много разных неприятных ситуаций кражи еще прочее то возможно такая камера возможно то возможно такая камера сможет облегчить там немного жизнь вы будете чувствовать себя в большей безопасности знаю что в этом общаетесь с этими друзьями знакомыми они видят всю вашу гео локацию записывая за все происходящее вокруг вас и возможно вам будет этого легче комфортнее и безопаснее любом случае хороший гаджет panasonic объявляет о выпуске утро компактного макро объектива lumix с с фокусным расстоянием 100 миллиметров диафрагмы 2.8 по словам panasonic это самый маленький самый компактный макро объектив в мире но здесь важно такая сноска который не почему-то не сразу говорят что это самый маленький самый легкий среди полно кадровых объективов для беззеркальных камер с возможностью автофокусировки с коэффициентом увеличения один к одному и фокусным расстоянием не менее 90 миллиметров данный объектив поступит в продажу в конце этого месяца в конце января так полагаю и будет доступен в розничной торговле по стоимости в 1000 долларов недавнем выступлении на днях инноваций тима косуренин из североевропейского института логистики предоставил доклад на тему того что дрона могут использовать сеть лфе сейчас я дрон использую там свои стандарты передачи сигналов передачи данных с режимов управления где-то летать на 24 где-то на 5 и 8 и этот доклад говорит о том что в целом использование сетей лт е вполне неплохой вариант они использовали его для сельских нужд они подкрепили на дрон модумы лт е для передачи данных от разных операторов и с помощью этих этого модуля протестировали как вообще работает система провели различные тесты в разных условиях в разных локациях чтобы понимать насколько хорошо стабильно дрон ведет себя в воздухе для своих работ на то есть мы не говорим про там использование видео а про те случай когда мы используем точки gps создание карт местности полеты на дальней дистанции в сложно доступных рельефов когда мы залетаем за какие-то объекты горы с помощью того что в дроне установлено несколько модулей лт е то при ухудшении связи одного из операторов брон автоматически переключать на второго на третьего и таким образом обеспечивает надежную стабильную работу в воздухе и к и конечно передачу данных соответственно сейчас модули лт е есть что там у дронов джей я знаю точно что нам на мавик 3 есть лт е модуль правда он работает не во всех странах и как по мне в крупных городах намного проще было бы использовать лт е модули потому что сейчас есть 5g сеть да то есть операторы которые работают на 5g и это качественная быстрая передача данных стабильная и когда ты летаешь в городе где у тебя очень много разных помех на чистоте там 24 на 5 8 герц все вся электроника ты далеко улететь не сможешь вот именно в городской среде то есть там не сможешь улететь надо 5-10 километров плюс эти здания которые высокие если мы говорим не про маленький город какой-то прям большой мегаполис ты далеко улететь на дроне не сможет просто видеть физическим тебе оборвется сигнал если же можно было бы использовать такие вот лт е модули ты бы мог не ограничивался своей локацией а летать за пределы видимости за те пределы которые там есть какие-то препятствия на твоем пути с одной стороны это плюс даже ты можешь летать спокойно не переживать что он залетел за здание залетел за какой-то рельеф местности у тебя обрывается сигнал дрон возвращается другой стороны это минус том что у тех людей которые используют дроны не по своему прямому назначению тогда когда это видеосъемка либо какие-то другие работы связаны именно с возможностью камеры дрона других не особо там надежных приятных были как правильно сказать то в общем скажем что это не по назначению то конечно у в этих случаях оператор дрона может заслать дрон значительно дальше чем он бы мог это сделать если бы дрон находился в прямой видимости то есть оператор таким образом может спрятаться в одном месте и отправить дрон совершенно другое пока они уловит сигнал поэтому в этом случае конечно надо как-то ограничивать и не совсем как пример наверное понятно как это можно контролировать но любом случае на данный момент эта система работает крайне мало где лишь некоторых странах а то что сейчас тестируется вот различными учеными из финляндии она пока используется конкретно в сельскохозяйственной деятельности штате кентукки вводят новый законопроект о неприкосновенность частной жизни который скорее всего будет очень сильно влиять на использование дронов в коммерческих целях если говорить коротко проект закон и мы не будем брать общие аспекты этого законная возьмем только аэросъемку там запрещается использовать дроны если в камере ваша дрона можно разглядеть людей которые находятся пример там на участке либо какое-то имущество то есть если можно идентифицировать кто и где находился то вы же нарушаете закон есть некий там ряд ограничений которые исключения из правил когда-то используются дроны для мониторинга окружающей среды какие-то как коммунальщики используют противодействие террористических операций то есть все что находится на государственном уровне из правил исключается но если вы используете дрон для себя и там хотите сделать какую-то коммерцию либо снимаете фильмы клипы рекламу что угодно и вылетаете над чем-то имуществом без письменного разрешения этого владельца этой земли участка и людей которые там находятся то вы нарушаете закон и следовательно вы преступник конечно такие законы не очень приятны да когда мы можем свободно летать свободно использовать свободное воздушное пространство и снимать то что мы хотим но другой стороны да когда люди находятся на своем участке на своей территории отдыхают либо там устраивать вечеринки мероприятия и когда кто-то будет летать снимать вас случайно потом где-то опубликуется конечно ну это будет неприятно поэтому защита частный там своей территории своего личного пространства своей жизни это ok поэтому я не знаю как здесь делать как здесь быть лучше всего конечно как по мне это проходить лицензирование пилотов получать необходимую лицензию разрешение на полеты и чтобы твой дрон в воздухе ну как-то мог идентифицироваться в воздушном пространстве воздушной этой системе чтобы когда кто-либо сливал какие-то материалы с дрона да к примеру те которые не нужны ты мог системе отследить что такой тата дрона такого-то человека зарегистрированы на этого летал в это время в этом месте то есть в этом округе рядом с этим домом и следовательно этот человек в теории мог бы то есть в целом настроить систему которая будет отслеживать все эти полеты мне кажется возможно так как сейчас диджай даже не то что сейчас она сама до начала появления дронов имеет свою систему свой архив свою базу данных где хранится где хранится вся информация о полетах то есть когда летал на кой высоте на кой скорости куда смотрел камер то есть это все уже в целом у диджай хранится если сделать такую общую базу данных где ты сможешь зарегистрироваться чтобы все твои полеты отображались ты мог спокойно и безопасно летать там тех или иных локациях был бы намного удобнее комфортней огромному количеству пользователей пилотов и даже те самые запреты в россии которые сейчас есть куда окей настроить эту систему и ты будешь прекрасно понимать какой пилот где летает веди там кого-то обязательную сертификацию без которой дрон у тебя не взлетит ну не знаю сделать какие-то прям маленькие дрона которые могут взять спокойно и сделай на остальные дроны более сложную верификацию чтобы в твоей там стране без твоей лицензии который ты не загрузишь приложение театрон не будет летать там выше каких-то определенных условий и все ты один раз заморочился настроил но зато ты будешь знать о каждом полете о каждом пилоте и и не будешь переживать что там будет какой-то несанкционированный запуск да конечно будут системы создавать для обхода всех этих препятствий верификации прочего прошивки обновления ну все это будет создаваться но бороться с по мере поступления проблем мне кажется все можно настроить компания зима дрон solution говорит что они сделают новый модуль идентификации дрона за 85 долларов и он будет в марте сейчас есть ряд дронов да такие как мавик про мавик про платину мавик air phantom 3 phantom 4 inspire 1 2 мавик 2 enterprise и там серия матрас они используют такие вот модуль который стоит 230 долларов для того чтобы можно было идентифицировать твой дрон компания зим хочет точнее не хочет она нагреться не и сделать в марте этот модуль который будет отвечать всем базовым необходимым требованиям для законодательства который обязывает чтобы модуль вещания был на дроне но только они его режут по всем возможным параметрам характеристикам и критериям для того чтобы он проходил именно под рамки закона и чтобы этот модуль стол не 230 долларов как раньше а 85 всегда есть те кто сделает то что необходимо для закона но по максимально выгодным условиям для того чтобы производители не тратились на закупкам более дорогого оборудования могли использовать более дешевое тем самым делать продукт дешевее так как сейчас на там в мире конкуренции когда много разных производителей производят там различные дрона и каждый хочет чтобы покупали именно его дрон иметь возможность там на чем-то сэкономить но при этом будет работать как и должно и при этом сам трудно будет дешевле для небольших производителей на из них не говорим про джай мелкие производители скорее всего будут пользоваться этим модулем вещания для того чтобы просто снизить стоимость на свои дроны для того чтобы быть более конкурентоспособными крупными фирмами на рынке на акт инжиниринг представили умный трос для дронов парад анафи вроде бы еще странное название до трос для дрона но по факту и так и есть просто представили придумали допрос подключили его к дрону чтобы найти дрон мог иметь возможность 24 на 7 находиться в воздухе следить за всем происходящим не знаю конечно для чего вообще-то придумали как-то будет использоваться придумали придумали бог с ним диджай тело и робомастер будут убраны из рынка сша и китая если дрон держать его еще плюс-минус кого-то может быть на слуху то робомастер такая машинка на пути управления и раньше эти продукты использовались в учебных программах для того чтобы отрабатывать программирование и проверять то как она работает как летает как ездит как управляется связи с тем что компания по обучению не набрала тех оборотов которых диджай планировали поэтому не закрываете эту учебную программу и просто и приостановлю сворачивать кто не знает у диджай свое приложение диджай гео она используется для геозонирования из 1 января странах европы и великобритании вводятся новые запреты на использование воздушного пространства и диджай чтобы быть в тренде скажем так в со всеми эти новыми законами и запретами обновила свое приложение чтобы пилоты могли подавать разрешение на использование воздушного пространства напрямую в этом приложении для там для использования дронов в качестве там зонирования там несколько дронов которые могут использоваться в этих целях в основном так на сельское хозяйство там скит сопутствующие сферы тем не менее для того чтобы пилоты и организации могли получать разрешение на полеты в тех или иных зон на проведение каких-либо работ это может там рядом с аэропортами либо какие-то другие гособъекты которые защищены и имеют запрет на полеты в этих зонах через приложение можно будет подавать запросы и получать либо подтверждение либо отказ на свои там полеты ну главное конечно нужно будет подтвердить свою квалификацию свою компанию свою личность чтобы организация которая будет давать вам разрешение имела представление о том кто вы ну и можно ли вам вообще там летать ну и на этом у меня все спасибо вам большое за просмотр и также хочу напомнить что у нас есть своя онлайн школа по обучению пилотов дронов всю полезную информацию вы сможете найти по ссылке в описании к этому видео у нас есть два различных курса с различным уровнем подготовки для пилотов дронов также есть сопутствующие различные курсы для там создания рилсов цветокоррекции такие смежные темы которые возможно вам также будут полезны если хотите начать связывать свою жизнь с миром аэросъемки заходите по ссылочке в описании там будет вся интересующая вас информация либо же пишите мне в личку в инстаграме в телеграме где найдете instagram запрещенная в российской федерации организация вот так же подписывайтесь на этот канал пишите комментарии ставьте колокольчики о уведомлениях о новых роликах это очень полезно для меня это помогает развиваться моему каналу я хочу развивать свой канал и в дальнейшем как говорил буду стараться каждую неделю выпускать подобные ролики новостные для того чтобы в первую очередь быть честны перед собой и несмотря ни на что стараться постоянно делать контент не находя себе отмазки что сегодня мне там плохое настроение плохая погода либо еще что нибудь буду стараться стабильно выпускать новостные ролики так что спасибо вам за вашу поддержку ставьте лайки этому видео подписывайтесь на канал спасибо всем за просмотр и увидимся через неделю пока пока